Обладает ли Игорь Смешко такой харизмой, такой яркостью, такой энергетикой, такой подачей, что он на полном серьезе может как протащить партию в парламент, так и быть президентом? Этот вопрос я вам задаю не как его другу, а как здравомыслящему человеку. Как здравомыслящий человек я вам отвечу, что для того, чтобы служить своей стране, для того, чтобы знать, как свою страну вот так продвинуть вверх, для того, чтобы быть честным и порядочным, не надо обладать харизмой. Харизмой надо обладать горлопанам и негодяям, которые за харизмой прячут свои неблаговидные поступки. Людям основательным, системным, подготовленным, глобальным, образованным, мудрым, начитанным, знающим последовательность действий для того, чтобы своей стране помочь, харизма не нужна. Для чего она им? Харизма нужна тем, кто ворует и, прикрываясь патриотической риторикой, скрывает свое воровство. Вот им харизма в самый раз. Но ведь люди, как всегда, встречают по одежке. А я же говорю, что большинству всегда ошибается. То есть в этом плане его, скажем, такая не очень большая заметная яркость, она очень сильно дала. Он профессор, он доктор наук, он самый молодой доктор наук по кибернетике в Советском Союзе. Он человек, не привыкший к пафосу, он человек, привыкший делать, засучив рукава. Да, это для избирательной кампании минус. Да, если бы он был такой, как Порошенко или как Жириновский, или как Лешко, это было бы наверняка лучше. Но он такой, как он есть, он смешко, и это его плюс большой. Вы знаете, когда-то Евгений Александрович Евтушенко, с которым мы очень дружили, замечательный, великий человек, вообще один из самых великих в моей жизни, сказал мне замечательные слова. Он сказал, достоинство и плюс человека не в том, чтобы идти по одной стороне улицы, маршируя в стройной колонии и кричать лозунги хором, а в том, чтобы одиноко брести по противоположной стороне улицы в обратном направлении и быть одному. Иногда важно быть одному и идти в противоположном направлении толпе, и в этом твое большее достоинство и большая ценность.